Так, запись идет. Всех еще раз приветствую, благодарю за внимание. Сегодня наш вебинар посвящен волосам. Сегодня мы будем рассматривать такой продукт, как Пролиз 100. Это продукт-актив, пришедший к нам из Бразилии. И сегодня на вебинаре у нас присутствуют Марция и Иоанн, сотрудники компании Акия. Марция сотрудник отдела экспорта и Иоанн сотрудник отдела R&D. Так что задавайте свои вопросы сегодня, мы будем на них отвечать. Марция, could you please repeat some words about Акия и introduce this company? Because it's the first time we are talking about Акия in our webinar, in our YouTube channel. Yes, sure. As I said, we are a 100% Brazilian company, and we are glad to stay here with you all. Thank you for your time and to join us in this presentation. Angelina is already an expert in Prolis. We are glad for that. We are here just to enjoy this webinar. We are on the market about 37 years, and we have 350 employees. In 2021, we launched our new lab. It's a biotechnology lab. We started to develop some natural surfactants. In the future, we will be able to offer you also this kind of product. And we are in about 20 countries. We have some distributors in many countries. Thank you. Thank you, Marcia. I want to say that Акия is a brazilian company. They have a lot of products. In the past year, they launched their biotechnology lab. So Prolis is not the only product, and there will be a lot of new products. So, follow up, follow up, ask questions. We will send you all new information. Также, Акия уже на рынке более 37 лет. Представлены на более чем 20 странах. Иоанн, maybe you have some words to say to our customers? Yes. Thanks for the opportunity to present this kind of technology, Акия technology. Actually, it's a product, a technology we launched almost 10 years ago, with a very big success around the world. So, in the export department, I'm in charge to develop some business around the world. So, bringing new product, bringing technology or product, depending on the necessity. So, today it's one of our products, but we have a lot of solutions for developed finished products, depending on the claims and the necessity of everyone. Thank you, Иоанн. Иоанн тоже всех приветствует, благодарит. И немножко он рассказал про Prolis. Вообще, Prolis – это продукт уже более чем с 10-летней истории на рынке. При этом он пользуется большой популярностью в Бразилии, по всему миру. Мы рассмотрим продукты, которые используются уже готовые на рынке. И также он сказал, что у них очень много дополнительных продуктов, не только как Prolis. У них много и памов они могут тогда также предлагать и другие компоненты и для косметики, и для уходовой косметики, и для ухода за волос. Так что мы уже будем начинать. I will start my webinar. Мы будем начинать. Вот, в принципе, то, что мы и говорили про Акия, представлено более чем в 20 странах. Основанно в 1984 году является бразильской компанией. И компания предлагает много продуктов для косметики, для ухода за кожей, для ухода за волосами. Также много производных кофе, масла оливки, иши. Также компания представляет растительные экстракты и добавки для моющих средств. И сразу уже перейдем быстро так к выпрямлению волос. Вообще продукты для выпрямления волос начали появляться еще в прошлом столетии. Все началось с пероксида натрия, которым и вообще из формальдегида также. Люди заметили то, что при использовании формальдегида волосы очень блестят и становятся очень гладкими, ровными. И начали этим пользоваться в косметических целях и использовали для выравнивания волос. Но потом определили, что такие продукты, как пероксид натрия, теогликранит аммония, гидроксид лития, гидроксид кальция повреждают волосы. Либо подходят не для всех типов волос, не подходят для пористых волос, не подходят для окрашенных волос, не подходят для поврежденных волос. А уже в нашем столетии, например, в 2010 году, то, что рассказывали мне представители компании Аки, в Бразилии запретили использовать формальдегид в средствах для выравнивания волос. И тогда в Бразилии начали искать возможные пути использования, проведения такой процедуры, как выравнивание волос, но с другими продуктами. И так появился в 2012 году пролиз-100. Немножко вообще поговорим о формальдегиде и почему же так произошло, что его запретили и продолжают запрещать во многих странах. Можно ли вообще использовать формальдегид или глюторал-альдегид в качестве предупрямителей? По мнению Бразильской национальной агенции по надзору за здоровьем, нет, ни формальдегид, ни глюторал-альдегид нельзя использовать в качестве предупрямителя для волос. Почему? Потому что неправильное использование формальдегида, а именно нагревание чрезмерное, может вызвать раздражение, зуд, жжение, отеки, вообще ожог верхних тыкательных путей. И к тому же формальдегид является канцерогеном. Он может привести даже к раку и к смерти, естественно. Особенно это очень актуально для мастеров, которые работали с формальдегидовым выпрямлением волос. Так как если клиент приходит раз в 3-4 месяца и сталкиваться с этими испарениями редко, то клиент, точнее профессионал может встречаться с этим продуктом 3 раза в день. И это очень сильно влияло на его здоровье. И как альтернатива решения при отмене формальдегида для выпрямления волос является пролиз. Он является безопасным и для потребителя, для конечного клиента, которому выпрямляют волосы, и для мастера, который использует продукты с пролиз. Он одобрен Бразильским национальным агентством по наблюдению за здоровьем. Он эффективен и безопасен, так как сохраняет целостность волоса и безопасен для кожи головы. Он не выделяет токсичных газов, не выделяет формальдегид. И как мы говорили, у него более уже 10 лет истории применения на рынке. Что же такое пролиз? Пролиз – это запатентованная технология для термического управления волос. В состав входит глиоксиэлоил, карбоксиэцистеин и глиоксиэлоил, кератиновые аминокислоты. В общем, такое вот сочетание кислотных амидов и биофункционального цистеина помогает волосам становиться ровными. Какие же действия у продукта Пролиз-100? Во-первых, это выраженный антифриз-эффект, то есть эффект уменьшения объема волоса и разглаживания волоса. Также уменьшение объема, то, что я говорила. Кроме того, постепенные и прогрессивные изменения в структуре всех типов волос, а именно выравнивание, разглаживание, а также он придает блеск, мягкость и шелковистость волосам. Какой же механизм действия у Пролиз? Вот мы видим слева вот такой вот натуральный кудрявый волос. Это нетронутая полипектидная цепочка из альфа-кератина с цистиновыми дисульфидными мостиками. В волосе присутствуют три типа связи – водородные, цистиновые и ионные. Вот он такой вот кудрявый, зафиксированный. И Пролиз работает в кутикуле, разрывает водородные и ионные связи. При этом не повреждает цистиновые связи. Так, волокна, больше всего этого волокна волоса приобретают желаемую форму под действием температуры и механического воздействия, а именно пена, утюжка или расчески. Как же он тогда работает, если он не разрушает дисульфидные связи, он их передвигает, переставляет, перемещает. И поэтому мы можем создать вот такую вот ровную структуру волоса. И дальше рассмотрим вообще, в каких концепциях можно использовать Пролиз. Я бы выделила три основных концепции в зависимости от процента вода и от цели конечного потребителя. И начнем мы с самого маленького процента вода, с концепции градатива, а именно домашнего ухода. Такое использование позволит выравнивать непослушные и пушистые волосы, оказывать разглаживающие действия, уменьшать объем и придавать гладкость и блеск. Такой эффект воспитания волос. Как же вообще использовать, какие продукты использовать тогда Пролиз и какие преимущества? Во-первых, в данной концепции вы можете применять маленький процент вода, всего 5%. При этом очень удобное применение, мы далее рассмотрим рецептуры, флюиды, маски. При этом их нужно будет использовать, мы дальше тоже рассмотрим исследования, всего раз в неделю. Вы получаете быстрый результат сразу после первого применения, а уже через месяц вы получаете длительный, долгосрочный результат разглаживания. Также Пролиз не оказывает повреждений, не разрушает структуру волоса. И мы дальше рассмотрим как раз исследование Градактив. Продукты, содержащие Пролиз 100, наносились один раз в неделю в течение месяца. Волосы при этом мыли и кондиционировали через день, имитируя привычку потребителя. То есть представьте такую ситуацию, что вы купили маску с Пролиз 100 и вы ее используете раз в неделю. Естественно, в промежутке этой недели вы моете волосы с шампунем и кондиционером. И вот мы рассмотрим рецептуру. Было предложено 2 типа рецептур и 2 типа ПАШ. То есть мы потом рассмотрим, пряди были разделены на 5 частей. Во-первых, это вот такой вот флюид. Вы можете видеть состав. Можете видеть, что процент ввода всего 5%. И такой простой, незамысловатый состав флюида. Рецептура. Также, естественно, как его готовить. По запросу мы, естественно, отправляем все рецептуры, чтобы не останавливаться на процессе производства. И вот такой вот продукт для постепенной термической коррекции. Еще хочу обратить ваше внимание на ПАШ. Дело в том, что пролиз имеет свой собственный ПАШ от 1 до 1,5. То есть рецептура с большим процентом ввода имеет тоже кислый ПАШ. И вот наши волосы. Кудрявый кавказский тип волос. Был один тип волос. И разделены были пряди на 5 частей. Сначала их вымывали шампунем, сильным очищающим шампунем. И далее слегка посушивали. Пряди делили на 5 частей. И были потом применены рецептуры с ПАШ-100. Вы можете видеть то, что было средство для термического применения волос ПАШ-3,13. И также средство для термического применения волос 1,8. Хочу рецептуры. Спасибо, Дарья. Да, конечно, мы отправляем по запросу презентацию. И также, если вас интересуют какие-то дополнительные рецептуры, например, в данной презентации не была указана рецептура маски с ПАШ-100, мы тоже ее можем вам отправить. Ихли. Вот у нас первое применение. Наносим продукт на пряди на 10-15 минут, чтобы оценить эффективность и безопасность продукта. Далее мы высушиваем пряди с помощью фиена. и выравниваем их с помощью утюжка при 200 градусах Цельсия. На кавказском типе волос. Вот, Ирина. Да. Да, добрый день. На кавказском типе волос, такой кудрявый, волнистый. И вот так вот выпрямляются волосы. После этого, естественно, как первое мытье, через день пряди вымываются и обрабатываются и шампунем, и кондиционером. Но не сушится фен. И вы можете видеть, кстати, на предыдущем слайде, то, что, в принципе, эффект на один раз. И вот второе применение. Спустя неделю опять вымываем пряди с сильно очищающим шампунем, наносим кондиционер и затем наносим продукт из Paralys Stop. Высушиваем с помощью фена и опять выпрямляем с помощью утюжка при 200 градусах Цельсия. Как вы можете опять видеть на фотографии, волосы стали блестящими, мягкими, послушными и ровными. И дальше опять их моют, как обычное применение. Как обычный человек использует маску один раз в неделю и на протяжении недели моет волосы. И вы можете видеть, что уже после второго применения, по сравнению с прядью, который изначально никак не обрабатывали, это прядь справа, крайняя правая прядь, волосы уже более ровные, более гладкие, при этом без использования утюжка, просто с использованием фена и расчески. И уже дальше опять третье применение. Спустя неделю шампунь, кондиционер, пролис 10-15 минут, смываем. И мы можем опять видеть эффект выравнивания, разглаживания, блеска. И дальше опять человек ходит-ходит, моет голову и уже не использует утюжок, не использует маску с пролисом. И здесь вы можете видеть, что после мытья волос, волосы все так же остаются мягкими, гладкими и блестящими. Вот опять же, и это четвертое применение. Опять через неделю, опять с тюжком. И вот такие вот волосы получаются, если не использовать ни утюжок, ни пролис уже в течение недели. То есть вы могли наблюдать, что в течение месяца продукт с пролис 100 был нанесен на волосы. Как маска на 10-15 минут. И после этого волосы укладывались утюжком. И в конце, уже после второго, третьего, четвертого применения, был эффект укладки долговременный. То есть не нужно было использовать утюжок, не нужно было использовать средства. И волосы сами по себе, просто даже высыхали на воздухе, без фена, без расчески, оставались гладкими и ровными. Что показывает эффект прогрессивного и постепенного выравнивания волос. Естественно, все это время продукты были блестящие, гладкие и послушные. Так, Анна, то есть эти первые два флюида – это смываемое средство. И какой ПАШ лучше показал результат? С каким нужно? Так, во-первых, да, это смываемое средство. Но опять же, в зависимости от вашей концепции, в зависимости от вашего процента воды и самой рецептуры, можно создавать смываемые и не смываемые средства. Вы видели то, что рецептура была флюида. Флюид очень легкий был, не особо питающий и не особо утяжеляющий волосы, поэтому его можно, например, и не смывать, и выравнивать волосы уже с утюжком. Но при этом, если вы создаете маску с питательными свойствами, ее нужно смывать, ну, как личным ощущением человека. То есть можно создавать и смываемые, и не смываемые средства. На данном, до этого мы видели смываемые средства. Какой ПАШ показал лучший результат? Я могу вернуть на вот эту вот фотографию, и вы можете посмотреть то, что результаты при ПАШ 1,8 и 3 очень близки. В принципе, даже это исследование было и направлено на выяснение, какой ПАШ лучше всего работает, с каким ПАШ больше всего работает, лучше всего работает, про ЛИС-100. И, в принципе, вот 3 для такой концепции, вы можете увидеть, что прекрасный результат. В принципе, рабочий ПАШ у пролиса до 4, а дальше средство будет оказывать только эффект гладкости и близко. А эффект выравнивания лучше всего в ПАШ 2, ПАШ 3, вот такие вот рамки. Так, сколько надо отступать от корней с таким низким ПАШ? Тоже тут такой вопрос, потому что все зависит от типа волос. Вообще, про ЛИС-100 не раздражает кожу головы, если он попадает на кожу головы, ничего страшного не происходит. Мне рекомендовали производители отступать один или два пальца от корней, но опять же, вот Марция делилась своим опытом использования про ЛИС, и она наносит, и ей наносят прямо на корни, потому что у нее очень кудрявые волосы, и кудрь начинается прямо от корней. Поэтому она бы хотела видеть эффект сразу при нанесении. Поэтому, в принципе, общая рекомендация – два пальца. А без утюжка какое воздействие? Без утюжка вы получите точно эффект гладкости, послушности, такой гидрофобности и таких рассыпчатых волос. По независимым исследованиям 2К. Это про два пальца, наверное, если я правильно поняла. Ну и мы пойдем дальше к следующей концепции. Это концепция профессионального домашнего ухода. Мы уже повышаем уровень сложности. А, да-да-да, пропаж. Мы повышаем уровень сложности и переходим к более высокому проценту ввода, а именно к 15%. На данном слайде вы можете видеть рецептуру. Уже с 15% ввода пролиз 100. Опять же, обратите внимание на PH. Он очень кислый. И получается такая вязкая жидкость. Выглядит она как шампунь. Поэтому дальше, если вы услышите выравнивающий шампунь, это название рецептуры. Но на самом деле у меня никаких моющих средств нет. Она просто очень похожа на шампунь. А еще хочу уточнить, что пролиз имеет такой желтоватый оттенок. Поэтому рецептура могут тоже иметь светло-желтый оттенок. Но уже при такой концепции домашнего профессионального ухода важно соблюдать протокол нанесения. И вот на данном слайде вы можете его наблюдать. Сначала мы вымываем волосы с сильно очищающим шампунем. Далее промакиваем волосы, чтобы убрать лишнюю влагу. Пропитываем волосы средством. Наносим продукт кистью на всю длину волос и оставляем как минимум на 20 минут. После этого ополаскиваем и высушиваем феном. И полностью выравниваем волосы утюжком. И далее мы будем рассматривать результаты тестов также. Вы можете посмотреть, данный продукт был взятопрядь. После этого ее обрабатывали. И также, как вы можете видеть, ее вымыли после этого. Вы можете видеть результаты использования шампуня, такого так называемого шампуня с пролиз-100. Вот, например, результаты на вьющихся прядях. И мой любимый результат на кудрявых прядях. Вот, например, на этом слайде очень хорошо показан результат пролиз. Потому что при маленьких процентах года он оказывает максимальное действие на уменьшение объема, на разглаживание, а не такое классическое формальдегидовое выпрямление. И вот вы можете видеть по данным фотографиям, какой эффект может получить человек после использования пролиз-100. Ну и дальше мы переходим к концепции профессионального термического выпрямления волос. Еще больше повышаем градус, доходим до 20% ввода. И обязательно при такой концепции это работа профессионала, естественно, обученного. И я еще также задавала вопрос Марци, может ли, есть ли у вас концепция для профессионального выпрямления, могут ли они оказывать какую-то дополнительную поддержку. И да, мы, например, рассмотрим сейчас видео на применение такого продукта в салоне с такими процентами ввода, как проходит протокол. И очень важно, естественно, соблюдение протокола, то есть четкой последовательности действий. Вот, на данном слайде вы можете видеть рецептуру 20% ввода. Еще также я хочу обратить ваше внимание, что пролиз добавляется в конце производства рецептуры, и он не требует особых каких-то технологических условий, поэтому его очень легко использовать. И вы можете видеть рецептуру приготовления. Опять же, ПАЖ сильно кислый и слабо-желтая рецептура получается. И протокол нанесения. Сначала мы вымываем волосы сильно очищающим шампунем, прополастываем, промакиваем, чтобы убрать лишнюю воду, высушиваем волосы, и наносим продукт кистью на всю длину волос. Оставляем на минут 40, высушиваем волосы, а потом берем утюжок, берем тонкую-тонкую прядь, и при температуре от 200 градусов Цельсия до 230 градусов Цельсия проходим по всей длине волос как минимум 5-10 раз. Оставляем на 15 минут, даем волосам отдохнуть, так сказать, и потом промываем волосы, и используем кондиционер для восстановления липидного и пептидного состава волоса, и опять промываем. И высушиваем мои волосы. Сейчас я хочу вам показать данное видео. Вот вы можете видеть девушку с такими пушистыми, непослушными, слегка волистыми волосами. Рецептуру, которую мы с вами только что рассматривали 20%. Видите, вы можете видеть, что она такая белая, как у вас покажете. Очищаем волосы с жампулем, сильно очищающим, промываем обязательно качественно. Как вы видите, слегка промать подсеколоса для удаления личных влагов. И далее наносим следствие. Вот, видите, равномерно стоим, по всей длине волос. Вот здесь отсыпаю всего один пакет. Дальше дополнительно используют расческу. В составе нет формальдегидов? Нет. В составе формальдегидов нет, и он не выделяет формальдегиды при нагревании. Обязательно важно распределить очень гоногенный продукт, чтобы было нанесено нервными медлями, максимальный эффективный результат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова и оставляю аппетитов на 15 минут. Далее высушиваю волосы, прямо спорились, не смывая. и дальнее используем как раз утюжок. Весь 200-230 градусов, и мы 5 раз проходимся. И опять же оставлены на пиканском. estamos 18万. и мы 6,230 градусов. И мы... Можно еще тщательно промыть волосы, естественно. Вот такие вот волосы получаются после мытья. И сейчас их высушить. Вот такие вот волосы получаются, там еще стены, у чужок уже не используется. И сейчас мы увидим результаты до и после. И вы можете увидеть до и после результата. Хорошо, сейчас я буду отвечать на вопросы, которые вы задали. Спасибо большое за вашу активность. Так, начнем. По поводу формальдегидов. Нет, в составе нет формальдегидов и продукт не выделяет формальдегид даже при нагревании. Насколько это вредно для волос? Это не вредно для волос. Далее мы рассмотрим исследование на прочность волос, что происходит при использовании 5-10 раз пролиса на волосы. При профессиональном использовании, при 20% хода. И я вам сразу скажу, что с волосами ничего плохого не происходит, наоборот, никакого воздействия не оказывает. Что если вы перестанете применять средства с ним? Поскольку эффект пролонгированный, особенно после профессионального использования, на 2-3 месяца у вас будет эффект выровненных волос. Но после этого они вернутся в изначальное состояние. Смываем с шампунем или без? С шампунем или без? Смываем с шампунем. А, да, да, используем шампунь. Хотя вот результат... Ну, можете, в принципе, я видела, что можно и просто смыть водой, можно и смыть с шампунем. Вот, например, мои рекомендации использовать кондиционер. Так, сдвигает он эти связи. Вот он развал, и таким образом он укрепит и в другое место. Нет, он не разрывает связи, он просто их перемещает, передвигает. А что будет с натуральными волосами, если на него наносить? Вот все фотографии, которые мы видели, и дальше мы посмотрим результаты на волонтерах. Чаще всего волосы выравниваются. Откуда он знает, куда? Да, мы им указываем с помощью утюжка, с помощью расчески и фены, мы указываем, мы как раз переставляем эти связи и формируем гладкую структуру волоса с помощью термической обработки. Насколько длительный эффект при профессиональном использовании? Два-три месяца. И опять же, очень важно соблюдать весь протокол. Чем дольше вы оставляете продукт, чем больше раз вы проходитесь утюжком, тем дольше будет и лучше эффект. Так, и вот как раз мы можем видеть результаты такого выпрямления волос. Как вы можете видеть на этом слайде, волосы до, такие кучерявые. И после мы можем видеть, что, естественно, волосы расслаживаются и у корней, и у длины. И вы можете также посередине видеть разницу между 15% воды и 20%. То есть при профессиональном использовании, конечно, в салонах лучше всего 20%. И также вот к вопросу с натуральными волосами. Дело в том, что, естественно, у нас всех разный тип волос. И в зависимости от закрученности волоса, пролис оказывает разное действие. И на таких волнистых волосах, слегка кучерявых, он полностью уменьшит объем и полностью разгладит кудри в профессиональном использовании. А уже, знаете, к переходу к типу афроволос, он будет оказывать немножечко меньший эффект. Уменьшение объема на 80% и разглаживание на 75%. И также вот в очень-очень кудрявых волосах мы можем наблюдать уменьшение объема до 60% и разглаживание до 55%. А если напрямые волосы нанести, будет только блеск? Будет эффект блеска, такой гидрофомности, рассыпчатости волос. И в принципе, поскольку это все-таки укладка и утюжком, я знаю, многие девушки, даже будучи с ровными волосами, все равно выравнивают волосы утюжком. Потому что они становятся более послушные, такие красивые, поэтому пролиз также можно использовать на прямые волосы. Вы будете получать такой эффект укладки и эффект утюжка. Можно ли использовать без утюжков как промежуточную процедуру между процедурами кератинов другой фирмы? Да, да, он будет поддерживать, пролонгировать эффект. При этом его можно использовать в маленьком проценте ввода, всего 5%, использовать домашний уход раз в неделю. И тогда на профессиональные процедуры кератина нужно будет ходить реже. Большое спасибо за ваши вопросы, очень интересно на них отвечать. И вы можете, например, на данном слайде увидеть разницу в использовании других выравнивающих средств. И вот такого вот шампуня с пролистой, напоминаю, что это 15% ввода, была стандартная прядь, потом нанесли на пряди средства, вымыли и сфотографировали. И также вы можете видеть тоже сравнительную оценку, стандартная прядь и другой продукт на рынке, и продукт с пролистом. И также если к вопросу, как долго держится результат после профессионального использования, например, здесь использовалось 15%, и вы можете видеть то, что взяли один тип волос, выровненные пряди, точнее взяли прядь, одну часть из них выровняли и также разделили их на две части, и одну из них мыли, провели 15 циклов мутья, чтобы показать, какой будет эффект после долговременного смывания, после долговременного использования. Вы можете видеть то, что прядь осталась ровной, гладкой и с уменьшенным объемом. И также мы рассмотрим тестирование на волонтерах. Очень интересные результаты. Вы можете видеть средства перед нанесением, сразу после нанесения с феном. И также в левом нижнем углу. Это уже фотография нанесения средства с феном и после того, как его выровняли с утюжком. Посередине первое мытье сразу после нанесения и после того, как его волосы просто высохли на воздухе. И второе мытье уже через два дня с использованием феном без брашинга. Вы можете видеть то, что такой вот результат для сглаживания. Насколько устойчив к воздействию окружающей среды уже на волосах? Ветер, солнце, сырость. А, можно ли купаться, влияет ли? Я, конечно, такой вопрос не задавала, поэтому мы можем Марцию задать. Марция, hi, maybe you can help me. The question is, could, like, some environment influence on results of Prolis? I mean, like, UV rays, or maybe wet weather, or maybe in the sea, when we swim in the sea? How can it influence the results? You're talking about if there is a lot of humidity in the air, or something like that? Yes. I think that the result, immediately, the immediate result, I think, is not going to impact the performance. There is no problem. But I think, depending on the region, depending on the humidity in the air, the home care treatment after the straightening process will be very important. So, for example, if you know that in your region, there is a high humidity, or in this season, a higher humidity in the air, probably a home care treatment with some lipidic repositions or antifreeze actives, something like that, or once a week, with a mask with 5% of Prolis, will help to maintain this, to avoid the freeze and volume that the humidity can promote. It's an environmental impact that we can't avoid, but the home care treatment will be different depending on the region. Okay, what about sun and UV radiation? The sun and UV radiation, here in Brazil, we have these two points, higher humidity and a lot of sun and irradiation during all year. It's not going to impact the straightening performance. It can impact the shine, can impact the aspect of the hair, but that's another kind of treatment. You will have to use more antioxidant, you will have to use more lipidic, active for lipidic repositions, but this kind of external factors are not going to impact directly the performance of the straightening process. Okay, thank you. and he said that the effect of the exposure of the skin and the lipidic repositions are not available. Никакого влияния не оказывают, потому что в Бразилии очень горячо постоянно и очень высокая влажность, и такого действия нет. Но вообще, если вы постоянно поддаётесь воздействию прямых солнечных лучей, если очень сыро, просто в свою рутину между процедурами выпрямления стоит вносить, например, продукты с антиоксидантами, чтобы защищать волосы от воздействия ОФ-излучения. И также, например, обязательно проводить липидное восстановление волос, и также можно использовать средство с 5% пролиз 100, чтобы поддерживать такой эффект. Уточнение по домашнему ходу с 5% вода. То есть мы после мытья шампунем обычным, не щелочным, наносим кондиционер с 5% пролиз, и можем смывать, а можем не смывать, можем выравнивать лишком, а можем не выравнивать. Да, спасибо большое, Анна. В принципе, я бы сказала, что да, всё зависит от вас и от желания, от эффекта, который вы хотите получить. Если мы используем 5%, если это флюид, вы можете его не смывать и выравнивать с утюжком. Если это маска, и у вас не стоит целью, например, выравнивать волосы, а только придать блеск, сияние, послушности волосам, можно средство смыть, оставить на 10-15 минут, смыть и не выравнивать утюжком. Естественно, тогда эффект выпрямления надо будет ждать дольше, и он будет не такой выявленный, не такой сильный, но всё равно эффект будет. Можно ещё, например, прогревать волосы феном. Вот я встречала средства на рынке, ампольное средство с пролистом, и сама я, кстати, пользовалась, многие из вас знают, синие капсулы Латлор. Вы можете также их протестировать. Там есть карбоксицестрин и кератиновые аминокислоты, вы можете посмотреть по составу. И вот это вот средство разбавляется в воде, наносится на волосы, и после этого по рекомендации его применения прогреть феном. И оно смываемое, то есть вы оставляете это на минут 30-40, и не надо выравнивать после этого волосы утюжком, просто прогревается феном. То есть такие рекомендации тоже могут быть, поэтому, в принципе, всё на ваше усмотрение. Делать ли пролист повреждений внутри волос после такого серьёзного использования утюжков в процедуре, особенно на нашем типе волос. Пролист проникает только в кутикулу, дальше он не проникает. По поводу утюжков, тут надо уже смотреть на сам тип волос, и должен мастер самооценивать состояние волоса, сможет ли волос выдержать такое термическое воздействие. Естественно, пролист не защищает от термического воздействия, это не его основная функция, поэтому нужно смотреть по пациенту. И это очень важно именно в профессиональном применении, чтобы профессионал, чтобы мастер знал, с кем он работал, и смог бы оценить состояние волос. Для этого, кстати, можно использовать просто тест пряди, даже уже при повторном применении, если вы уже не первый раз выпрямляете волосы с пролистов, и существует рекомендация обязательно сделать тест пряди. Вы берете маленькую прядь, носите пролист, смотрите, как он влияет на волосы. Шампунь щелочной нужен перед хлюидом или обычный. Сильно очищающий шампунь, также есть упоминание no residue шампунь. В принципе, а дальше, в принципе, все зависит от вас. Самое главное, чтобы он был сильно очищающий, не обязательно, конечно, щелочной, если честно. Вам нужны максимально свежие волосы для максимального эффекта. Спасибо большое, Ирина, потому что действительно информация, которую нам предоставляет это исследование бразильские, и уже применение в Украине, спасибо большое, Ирина, за ваше уточнение, это действительно очень-очень важно, потому что рекомендация даже 230 градусов есть Цельсия. Так, и также мы можем дальше, вернемся к нашей презентации, мы можем увидеть перед нанесением продукта, такая девушка с пушистенькими волосами, я, в принципе, тоже, что я отношусь к этому типу волос, и мы можем видеть результаты использования 15% пролистов с протоколом. И также безопасность и эффективность, то, что многие спрашивали. Вот так вот были взяты стандартизированные пряди, афро- и волнистые волосы. Компания-производитель наносила продукт с 20% ввода, и фиксировались результаты после пятого и десятого нанесения. Можете увидеть, исследовалась сила, которую применяли на разрыв волоса. Вы можете увидеть, что даже после десятого особенно видно применение, волос никак не потерял свои свойства, не потерял ни эластичность, ни прочность. И это на волнистых волосах было проведено. И также оценка механических свойств волоса в сравнении с другими продуктами на рынке. Использовались предварительно осветленные волнистые волосы и оценивалось ослабление волосов в процентах при использовании различных выпрямителей. После первого и после пятого применения. И вот, например, я слышала комментарии, то, что в Украине часто используют теогликоляты, и соли теогликолят, и теогликолят кислоту. Возможно, вы можете кто-то из наших посетителей сегодня сказать, что вы используете. Мы можем, кстати, возможно, уточнить, какая разница в использовании продуктов, которые вы применяете. И вы можете увидеть, что пролисто наименьшее имеет воздействие на нарушение структуры волоса, на ослабление его. Это, опять же, я хочу повторить, на осветленные волосы было проведено исследование. То, что я говорила, по поводу, во-первых, патч-тестов. Даже при повторном нанесении обязательно нужно смотреть, как волосы реагируют на пролис. При первом обязательном применении, при втором применении и так далее. И также нанесение, как вы видели, теогликолята, аммония или натрия теогликолята, они рекомендуются на волнистые и очень волнистые волосы, потому что они очень сильно подвергаются воздействию и могут нарушать свою структуру и изменяться в своих свойствах. И вот, например, на данном слайде вы можете увидеть, как работает теогликолевая кислота. Вот наносит сначала фотография справа. Это фотография как будто бы изменения во времени с волосом, что происходит при различных этапах проведения упрямления волос. Был вот такой вот кудрявый и кучерявый волос. Далее красным цветом в этот момент наносят теогликолевую кислоту. И волос увеличится в объеме в 4-6 раз. Таким образом вызывается физический стресс. После этого наносится нейтрализатор. И очень важно в этот момент правильно и равномерно нанести нейтрализатор. Иначе, если продолжится действие теогликолевой кислоты, волос может также и нарушиться. И в момент уже восстановления волоса, в процессе реакции, такой волос очень хрупкий и бессиленный. И любое фактически механическое воздействие, утюжок или расческа может запросто сломать волос при его восстановлении. Поэтому, во-первых, пролиз не нужна нейтрализация. То есть это продукт такой одноступенчатый. Вам не нужен нейтрализатор для этого. И вы можете наблюдать то, что теогликолевая кислота очень сильно влияет на структуру волоса. И поэтому, я слышала даже от наших сотрудников офиса, одна девушка проводила процедуру выпрямления волос и сказала, что ей вообще не понравилось, потому что через пару дней у нее очень сильно нарушились волосы. Она их буквально расческой и счесывала огромными количествами. Поэтому пролиз такого воздействия не оказывает. И также, можно ли использовать пролиз 100 на окрашенные и осветленные волосы? На осветленные волосы вы уже видели, то, что можно использовать. И на окрашенные. Самый главный вопрос с окрашенными волосами. Пролиз может влиять на цвет волос, поскольку он работает в кутикуле, он может вызвать изменение цвета. Как тогда работать с окрашиванием волос? Естественно, пролиз нельзя использовать сразу после окрашивания. Но можно сначала выпрямить волосы, использовать пролиз и потом их окрасить. Тогда пролиз никакого воздействия на окраску не будет производить. И вы получите мало того, что гладкие, ровные, блестящие волосы, так еще и сможете их подкрасить. Вот это вот самая главная рекомендация. И также безопасность. Компания проводила цитологический протокол. Вот по поводу содержания формальдегида. Пролиз не содержит формальдегида и не производит его. Также он не токсичный. Можно увидеть на следующем слайде. Он не вызывает раздражение кожи, не повышает чувствительность кожи. Не фототоксичный и не мутагенный и не канцерогенный. Так, вопрос. А пигмент краски нормально потом зайдет в волос после выпрямления? Это можно делать в тот же день. Мы обсуждали это с производителем. С Марцина говорила, что да, можно сначала выровнять волосы, потом их украсить. И также, кстати, подходим к концу. Описание продукта. Вы можете видеть инки, гликси, лаил, карбокси, цицеин и гликси, лаил, кератиновые кислоты. Также это прозрачная жидкость, умеет цвета желтого к темному. И, как вы можете видеть, PH от 1 до 2 и процент активности 45-55. Рекомендованный процент воды, пролист, то в формулах для косметики для волос от 4 до 30%. Какой еще очень важный момент, то, что в профессиональном применении мне говорили, что разница между 20 и 30% воды в пролист небольшая. Поэтому для профессионального применения будет достаточно 20. И вы можете видеть то, что нижняя граница всего 4%, что является достаточно низким процентом воды. И также, что еще очень важно, пролист – это не очень капризный продукт. Его можно сочетать с многими продуктами. И вы можете использовать свою базу, если вам не подходят, например, лецитуры, которые мы предлагаем. Вы можете попробовать протестировать со своей базой, использовать кремы, жидкие эмульсии, гель-кремы. Поэтому пролист – такой многофункциональный продукт. И также рассмотрим примеры готовых средств. Во-первых, это вот такое вот средство для профессионального выравнивания. Вы можете видеть то, что на первых местах у нас пролист. И много продуктов на рынке представлены в таком виде. Это шампунь, как раз сильно очищающий. Это редуктор. Он так часто называется. Это как раз продукт с пролистом. И вы можете видеть то, что в его суставе на первых местах пролистом. И также, как конечный итог, как конечный этап процедуры выравнивания волос – это шампунь, который будет восстанавливать липидный и пептидный состав волоса. И вот такое вот средство, очень интересное, это средство из Великобритании. Оно дает эффект выпрямления на один раз. И после смывания волосы восстанавливают свою структуру кучерявую. То есть, это возможность поиграться со своими волосами, выбор. Итак, мы переходим к розыгрышу. И я вижу вопрос от Анны. А пигмент краски нормально потом? Ага, так. Если используем домашний ход с 5% ввода, только через сколько времени после окрашивания можно применять пролист, чтобы не изменить цвет волос? Давайте мы зададим этот вопрос нашим производителям. Мартия Иоанн, I need your help. really, please. There is a question. If we use, like, home care, a product with 5% off performance, What time do we need not to bleach or paint our hair? What time do we need to stay here without treatment? You mean after the straightening process, home care straightening process, how much time we... After coloring, like, release can affect the coloring of hair. So, if we use professional or home care with 5% of release, what time do we need to make the... We test, we know that with a professional straightening product with 20%, you will impact colored hair. You will have a changing color changing. There is no... So, we test the produce with bleached hair. And after that, we made colored, blonde coloration. And with these strains, bleached and colored, we test two concentrations. With the strain, we use 20% and we use 5%. In this, we saw that using violet pigment, for example, with the product with 20%, you can reduce the color changing for blonde hair, for example. But, we test with 5% and violet pigment, we saw no difference with violet pigment or without. With 5%, you're not going to impact significantly the color changing. So, it's good to wait a little because after the coloring process, you're going to make some damage. You're going to modify the cuticle organization. So, I think it's good after the coloration, make one or two weeks of treatment with lipidic reposition, proteins reposition. And after that, at home, you can use your product with 5%. Okay. Where you're going to impact the color is not using the ProList 5%. It's the ProList 5% and use a high temperature. With 5%, you're going to impact. But, if you use a lot, too much the flight iron, it's going to impact the color. But, 5% in home care treatment, very simple, using blood dryer just for freeze reduction or maintenance, you're not going to impact significantly the color changing. Best, you have to treat the hair 1-2 weeks before the coloring process. Okay. Okay. Thank you. Thank you, Ан. Так, в принципе, при использовании 5% продуктов с 5% влияние на цвет волос никакого не было увидено. Но если вы используете продукт с 20% года, влияние есть на цвет волос, он может измениться. Поэтому, если вы используете в домашних условиях 5%, не бойтесь, цвет волос это никак не повлияет. А если после профессионального применения следует подождать 2 недели и вот за эти 2 недели максимально восстанавливать липидный и пептидный состав волоса, после этого покраситься и тогда никакого воздействия на цвет волос и на покрашивание не произойдет. Вот. Вот. Прекрасно. И мы переходим к розыгрышу. Вопросов было много. Может, у вас еще есть какие-то... Можем ли мы использовать пролиз после осветления перед светлой краской? Можем ли мы использовать пролиз после осветления перед светлой краской? Если в профессиональной формулах 20%, то мы рекомендаем сделать это в следующем этапе. Сделать стратегическое процесс, ждать 1 неделю, и делать хирург, использовать продукт для липо-липо-липо-липо-липо-липо-липо, и после этого вы можете сделать ваш бриши процесс и лик-лай. Это лучше в этом способе. Если это в дом-каре, с 5%-липо-липо-липо-липо, я думаю, что вы можете сделать это в другой способе, но если это очень сильный процесс, это будет больше влиять на колоражение, то я рекомендую всегда сделать стратегическое процесс, профессиональное стратегическое процесс, и после этого вы можете сделать другой процесс. Окей, спасибо. Да, Вячеслав. Если 5% ввода никакого влияния не будет, если вы окрашиваете волосы или осветляете их, или красите светлой краской, сначала мы проводим процедуру выпрямления волос, потом окрашиваем, тогда никакого влияния не будет. Если волосы уже окрашены, недавно, например, была окраска, и нужно назначить время, когда будет процесс выпрямления волос, то следует подождать 2 недели. И после окрашивания восстанавливаем волосы и приходим на выпрямление волос. Так, вопрос. Хорошо, тогда мы будем переходить к розыгрышу. И сейчас будет вопрос. Опять же, я хочу сказать, что у всех у нас интернет разный, и поэтому я буду судить по человеку, который выиграл первый комментарий, который появится у меня в нашей большой переписке за сегодня. И как вы думаете, сегодня мы разыгрываем комплекс от нашего партнера торговой марки Esten. И я не знаю, что я могла еще вам предложить, кроме как наш комплекс Hair On с милиоцином из экстракторов Проса, с цинком, с витамином В6, с витамином В7. Это прекрасный продукт, который уменьшает выпадение, увеличивает количество новых волос. А также он увеличивает коллагеновый слой в волосяной фолликуле и лучше удерживает волосы. Так что вот такой потрясающий продукт, такие капсулы. Здесь 30 капсул, это курс на месяц. Мы подарим человеку, который угадает ответ первый. Готовы? Какой процент хода рекомендован для концепции домашнего хода? Все, я понимаю, сессия большая. 5% Вячеслава, поздравляю, мы вам отправим Hair On. Вопрос был очень легкий, я понимаю. Спасибо большое за то, что участвуете. Я думала, что он будет сложнее, но мы столько сегодня говорим о домашнем уходе. Так что вот, так что 5%, я думаю, уже все запомнили, то, что у него прекрасные различные способы использования. Несколько концепций можно использовать в разном проценте ввода. И также Вячеслав, поздравляю. Это вам комплекс отправится с вами. Уксами сваживается менеджер. Так, ну и в принципе мы заканчиваем. Опять же, напоминаю, что если вам нужна презентация, по запросу мы ее отправляем. Уже завтра мы доставим записи этого вебинара на YouTube-канал. Я заканчиваю наш вебинар. Мартия, Иоанн, спасибо за удачу, спасибо за помещение меня, спасибо за помещение тебя на все вопросы. Мы закончились. Спасибо, на ней. Я думаю, что у нас не предпочитает, что ваших клиентов, которые у нас есть много вопросов, как у нас, у нас есть много вопросов, там очень много вопросов. I see you have so sunny weather but I think it's hot in New York right now Thank you Thank you Thank you all Thank you very much, thank you all and if you need some help or support for your customers to help to develop formulation we are available Thank you Our customers also say thank you Thank you for helping for making So thank you, bye Have a nice day Bye, bye Very good interaction